Добрый вечер! О событиях в крае его столицы вам расскажут корреспонденты информационной программы Наши Новости и мы ее ведущие Евгения Даровская. И Василий Морозов, смотрите сегодня в программе. Дорогое мое лекарство, что ждет продавцов препаратов за необоснованное завышение цены? Сколько стоит у Вас конкретный лекарственный препарат, который я хочу у Вас купить? Можно эту информацию? Знай наших, как встречала алтайских артистов столичная публика. Широкая масленица блинами славится, как провожали зиму на Алтае. Очень весело, еще бы столб, как раньше лазили. Сегодня стала известна дата народного голосования референдума об объединении Камня Наби и Каменского района проведут 26 апреля. Такое решение единогласно приняли депутаты двух муниципальных образований. Депутаты районного и городского собрания приняли модель, по которой будет проходить объединение. Депутаты проголосовали за модель по Змеиногорскому варианту. Это город входит в состав муниципального образования, Львовинский район. Статус города за ним сохраняется, но он получит статус городского поселения. Город присоединится к району, если так решит большинство избирателей. Чтобы референдум состоялся, на избирательные участки должны прийти не менее 50% жителей обеих территорий. И хотя бы половина из них должна проголосовать за единство Камня и Каменского района. По мнению экспертов, плюсы объединения очевидны. Это позволит решить многие социально-экономические проблемы, которые копились годами, и увеличить доходность бюджета. Мы получаем здоровую объединенную территорию. У них будет финансовые возможности на протяжении достаточно серьезного промежутка времени. Существенно поправить свой бюджет. Мы сегодня прогнозируем цифру до 100 миллионов ежегодно во вновь образованной территории будет плюсом. Это те деньги, которые они могут потратить на решение своих актуальных проблем. За один месяц цена на жизненно важные лекарства в России подорожала на 3,4%. Для того, чтобы не допустить критического роста стоимости препаратов, представители власти края проверяют аптеки на предмет завышения стоимости лекарств в уже традиционных рейдах. Татьяна Гладкова отправилась в очередной и готова рассказать, почему лечиться удовольствие дорогое и зачем приходится вызывать в аптеку полицию. Редкий момент – очередь в аптеку. Эта сеть пользуется спросом, но не у клиентов, у проверяющих. Здесь цену на жизненно важные лекарства завышают в разы. Скажите, пожалуйста, сколько стоит у вас конкретный лекарственный препарат, который я хочу у вас купить? Можно эту информацию? Продавать лекарства отказались, цену не назвали. Не помог и документ, который разрешает устраивать подобные проверки. Поручение депутата Госдумы Талдайского края Александра Прокопьева. Заведующая аптеки отказывалась говорить до тех пор, пока не приехали сотрудники полиции. То, что мы увидели, это сверхвызывающее, даже что касается жизненно важных препаратов. То есть на 100 рублей, на 200 рублей цена была увеличена по сравнению с прошлым годом. Теперь будем разбираться, почему в одной аптеке тот же самый препарат стоимость увеличилась на 20 рублей, а почему здесь на 100 рублей. 100 рублей – это минимум. Некоторые препараты сейчас стоят в два раза дороже. Вот уж действительно, здоровье не купишь. Просто не на что. Впрочем, выход есть. Муниципальные аптеки. Специалисты заверяют, что там цены значительно ниже. Чтобы узнать, сколько стоят жизненно важные лекарства в еще одной известной коммерческой аптечной сети, мы позвонили по телефону. Сэкономили время и нервы. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сколько у вас стоит препарат Кагоцелл, Ингавирин? Кагоцелл – 10 таблеток, 236,50. Ингавирин – 7 капсул, 486,50. Согласно государственному реестру, это лекарство должно быть примерно на 100 рублей дешевле. Похоже, эти цены не поддаются лечению. Здесь не понимают, что завышать стоимость невыгодно. Потому что дальше в ход пойдет шоковая терапия. То, что доктор прописал. Даже если аптека превысила цену на жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты, цену хотя бы на копейку, штаб ожидает в таком случае аптеку 30, а то и 40 тысяч. Все сведения о нарушениях будут переданы в прокуратуру и Минздрав России. Кстати, вы тоже можете сообщить о нарушениях. Просто позвонить на телефон горячей линии управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. Вот по этим номерам телефона. Татьяна Гладкова, Александр Морозов. Наши новости. Аптеки федеральных сетей, позиционирующие себя как дискаунтеры, по факту часто оказываются самыми дорогими. Активное продвижение на рынке таких аптек может привести к монополизации рынка, а значит тотальному завышению цен на лекарства. В этих условиях у алтайских сетей есть конкурентные преимущества развиваться, к примеру, посредством франшизы. Этот механизм уже активно внедряет компания Эвалар. Кроме того, она расширяет и ассортимент отечественных препаратов, включая жизненно важные. Сегодня предприятия алтайского биофарм-кластера, куда входит Эвалар, выпускают более 150 наименований продукции, включая лекарственные средства. Они не уступают по качеству импортным и при этом имеют явные преимущества, более низкую цену и систему контроля качества сырья. В том числе об этом будет говорить директор по развитию ЗАО Эвалар Андрей Абрамов в интервью программе «Наши новости», которая выйдет в эфир в эту пятницу в 18.50. Убийца 8-летнего мальчика дал признательные показания. Напомним, 18 февраля во дворе одного из домов в Шалаболикинском районе было найдено тело ребенка. Следственный комитет провел следственный эксперимент. Галина Юмашева дали об этом и других инцидентах. Трагедия произошла рано утром. Пьяный отчим разбудил мальчика, чтобы тот собирался в школу. Ну, последовательно, поясните, разбудили дальше. Да, разбудил. Говорю, у Васи по скандали с ним. В школу хотел, чтобы шел. Он не соглашался с этому. По скандали. Он пьяный был. Ударил его в разы. Ударили чем? Полену. Но судебно-медицинская экспертиза насчитала большее количество ударов. Причем не только поленом, но и ножом. Ребенок сначала в бессознательном состоянии пролежал в коридоре, а спустя полчаса отчим вынес его на улицу. Там тело мальчика и нашли родственники. В ходе следствия стало известно, что ребенок воспитывался в социально неблагополучных условиях. Родители злоупотребляли спиртными напитками. Он не посещал школу и его часто видели в поисках пропитания, ходящим по селу. По факту убийства восьмилетнего ребенка уже возбуждено уголовное дело. Похоже, та же участь ждет и местные органы опеки, которые, вероятно, не досмотрели за этой семьей. 22 февраля стало известно о гибели еще одного человека. В Красногорском районе трактор провалился под лед. Он выполнял работы по укреплению берега в преддверии паводка. Выехал на поверхность реки Бия и произошла трагедия. Водитель утонул. В этот же день в барнаульском поселке Лебяжье нетрезвый водитель совершил массовое ДТП. На Ниссан Блюберт он поочередно столкнулся с пятью машинами и наехал на 56-летнего пешехода. В результате аварии потребовалась госпитализация пассажирки одной из машин. Еще четверым была оказана медпомощь на месте. Парадокс. Но по законодательству виновнику аварии грозит лишь штраф и лишение водительского удостоверения. Галина Юмашева, Павел Лауронин. Наши новости. Продолжаем. На сумму от 500 до 2000 рублей увеличилась ежемесячная плата в частных детских садах Барнаула. Напомним, в муниципальных она стала выше на 150 рублей еще с 1 февраля. И теперь она составляет 11650 рублей. По данным городского комитета по образованию, сейчас в Барнауле 50 частных дошкольных учреждений. Среднемесячная стоимость пребывания ребенка в таком центре развития порядка 10 тысяч рублей. Увеличение цены, не скрывая участники, для некоторых из них может обернуться крахом. На фоне кризиса многие родители просто не смогут позволить себе водить ребенка в частный детский сад. Мы идем на уступки. И даже когда родители не могут оплатить всю сумму, мы некоторое время ждем. Потому что мы понимаем, что такая ситуация сложилась трудная. Успех и полный аншлаг завершились гастроли нашумевшей теперь уже по всей России музыкально-драматической сюиты «Мастер». Оркестр краевой филармонии, академический хор и актеры драматического театра возвращаются на родину после серии столичных выступлений. Финальную точку поставили накануне на сцене Московского Международного Дома Музыки. А вы кто? Муза. Муза? Да ну. А что такое? Ну скажи тогда, Муза, на каком таком основании человек бросает все дела и садится писать? Сюита «Мастер», посвященная 85-летию Василия Макаровича Шукшина, по признанию публики, сумела удивить и порадовать. Гастрольный тур открыли 17 февраля. Наши выступили в Государственной консерватории Санкт-Петербурга. Говорят, зрители не сразу начали открыто реагировать на происходящее, однако зал все же удалось зацепить. Артистов из Барнаула провожали стоя бурными аплодисментами. С успехом и при полном аншлаге выступили в Иванове и Ярославле. Гастрольный тур завершился в Москве на сцене Светлановского зала Международного Дома Музыки. Сюита «Мастер» стала своего рода подарком ко Дню Защитников Отечества. В числе почетных гостей были Лидия Федосеева-Шукшина, заместитель министра культуры России. Поддержать наших артистов приехал и губернатор края Александр Карлин. Это реализация гранта Министерства культуры России. Мы искренне признательны за то, что выделение гранта позволило этому произведению получить такую широкую зрительскую аудиторию. Потрясающий спектакль, потрясающая игра актеров, великолепная музыка, ну настоящий шедевр. Берет гордость за наших земляков. В стране отгремела масленичная неделя. Уже по традиции медиахолдинг «Сибирская медиагруппа» завершил ее веселым праздником в парке «Лесная сказка». Перевелись ли на Руси богатыри и где в Барнауле работала легендарная будка гласности, смотрите в репортаже Екатерины Гаськовой. Настоящее солнышко греть не торопилось, поэтому пришлось на скорость смастерить вот такое. Впрочем, в «Лесной сказке» в последний день масленичного разгуляя в чем только не соревновались. К легким народным развлечениям здесь перемешалась настоящая богатырская удаль. Тягим! Давай, 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 давай! Привычное перетягивание каната устарело, потому силачам пришлось тягать целый митсубиси, да еще и с человеком на борту. Богатыри переверить на Руси, нет? Нас еще много. Очень весело. Еще бы столб, как раньше лазили. 14, 15, 16. Вот такой весомый аргумент демонстрировали силачи на площадке газеты «Аргументы и факты». Для богатырей-начинающих предложили испытать свою настойчивость в такой традиционной забаве, известной еще со времен Древней Руси. Мне очень понравилось, мне было интересно в ней участвовать, и я рада, что победила. Я считаю, что этот праздник нужно сохранять, привлекать сюда молодежь, молодежные коллективы, детей в первую очередь, потому что это наше будущее, они должны учиться и развиваться. А наша редакция тем временем решила устроить словесный «Разгуляй». Любой желающий мог зайти в импровизированную будку гласности и сказать все, что хочет. Всем привет! Я поздравляю всех с праздником Машленицы! Праздник был бы не полным, без подарков. Их в этот день дарили автоцентр АНТ, Волчихинский пивоваренный завод, торговая марка «Алтайская сказка», компания, производство полуфабрикатов «Швыченко» и сеть фитнес-клубов «Аврора». «Разгуляй» закончился, но повода для грусти не осталось, ведь за расставанием с Масленицей следует встреча с весной. Екатерина Гаськова и Андрей Печоркин. Наши новости. История, которую делали личности. Газета «Комсомольская правда» и военно-исторический клуб «Вольный отряд» представили в Барнауле серию книг «История России в романах». Презентация развернулась на настоящем поле боя. Никто не пострадал. Просто вооруженные до зубов и одетые в настоящие доспехи витязи перенесли гостей во времена Древней Руси. Кстати, именно этой эпохе и посвящена первая книга серии. Она называется «Святослав, княгиня и рабыня». На страницах этого романа рассказывается о княгине киевской Ольге и ее наследнике. Всего же коллекция исторической билетристики включает 50 томов. Это история страны, запечатленная в именах выдающихся правителей, промышленников и деятелей культуры. Новые издания будут появляться в розничной продаже в киосках прессы каждую неделю. Рекомендуемая цена составляет 149 рублей. Подробности можно узнать по телефону 722 600. История «Россия» написана в художественных текстах, которые очень легко читаются, интересно читаются. И причем они еще и очень познавательные. Любой читатель может оформить у нас подписку в редакции. Тогда каждый том будет обходиться по 120 рублей. 23 февраля жители Заринска отпраздновали на лыжне и в спортивном зале. Городообразующее предприятие «Алтайкокс» провел традиционный турнир памяти первого директора завода Александра Котовича, в котором приняли участие не только заводчане, но и активные горожане. 23 февраля в Заринске стало праздником спорта. Больше 300 спортсменов из Барнаула, Новоалтайска, Тогула и других районов приехали сюда, чтобы поучаствовать в традиционном турнире памяти первого директора «Алтайкокса» Александра Котовича. Борьба за призы развернулась в двух видах – лыжных гонках и гиревом спорте. Народ полюбил спорт, особенно молодое поколение. Вы видите, что тут больше юноши, молодое поколение, даже девушки выступают. Поучаствовать в лыжной гонке, поболеть за своих заводчане пришли целыми семьями. И не случайно. «Алтайкокс» уделяет большое внимание развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни. Проводит корпоративную спартакиаду, семейные старты и организует общегородские спортивные мероприятия. Это является общей политикой «Алтайкокса». Мы хотим, чтобы не только заводчане вели здоровый образ жизни. Поколение, которое сейчас растет, оно придет нам на смену и будет работать на нашем предприятии. Участники соревновались в 11 возрастных категориях. Им нужно было преодолеть дистанцию от 1 до 10 километров. Больше 40 работников «Алтайкокса» показали класс на лыжне и поднялись на пьедестал подсчета. И получили весомые награды от завода. Возраст здесь не имеет значения. Впрочем, без подарка не ушел ни один участник праздника спорта. На финише всех, вне зависимости от результата. Награждали приятными сладкими призами и сувенирами с символикой «Алтайкокса». И это все, о чем мы успели вам рассказать. Напоминаем, телефон редакции в Барнауле 6459-129. В студии работали Василий Морозов и Евгения Даровская. Хорошего вечера вам и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова